Ну а теперь трагедия в Яранском районе. Там водитель «Газели» выскочил со второстепенной дороги на главную и в него на полном ходу врезался Рено Флюэнс. Пассажиры на марке получил смертельные травмы. Более полную информацию узнаете из рубрики «Обзор аварии» у Сергея Пичугина. Авария произошла 20 марта в 7.50 утра на 179-м километре трассы «Вятка». По предварительным данным, 40-летний водитель «Газели» выехал со второстепенной дороги на главную. Он не пропустил 59-летнего водителя Рено Флюэнс и машины столкнулись. После сильного удара легковушку отбросило на обочину. 60-летний пассажир Рено погиб. По факту ДТП следователи проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похоже, по схеме ДТП произошло в Слободе Корчомкино. По предварительным данным, 33-летний водитель Ниссана Альмера выехал со второстепенной дороги. В это время по главной двигался Киарио под управлением 41-летней женщины. Среагировать на внезапную помеху она не успела. После столкновения травмировались оба водителя, а также 11-летняя пассажирка Рено. По информации ГИБДД их не госпитализировали. На дороге Кирово-Чепецк. Бум-комбинат. Произошло ДТП с участием одной машины. По предварительным данным, 62-летний водитель Лады Веста не справился с управлением. Машина выехала за пределы дороги, врезалась в дерево и перевернулась. Мужчина получил травмы. Медики оказали ему помощь. Госпитализация не потребовалась. А теперь ДТП в Кирове у дома номер 40 по улице Калинина. По предварительным данным, в воскресенье в 10 утра 30-летний водитель Лады Гранта двигался задним ходом и не заметил пешехода. 26-летнему молодому человеку понадобилась медицинская помощь. Сергей Пичугин. Место происшествия. Субтитры создавал DimaTorzok